Но еще большую дорогу нужно пройти, и пусть эта дорога будет дорогой мира, и пусть всегда люди, которые обсуждают будущее своих исторических путей, прислушиваются голосу Церкви, голосу Христовой Евангелия, голосу милости и истины. Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие друзья, здравствуйте! 20 ноября состоялось совместное заседание Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания России. В заседании также принимали участие члены Общественной Палаты, представители регионов, в том числе органов власти и общественных палат, субъектов Федерации и представители религиозных общин – православной, исламской, иудейской, буддийской и протестантской. Выступали разные люди, выступали лидеры политических партий, представленные в Государственной Думе, выступали представители регионов, религиозные деятели, члены Совета Федерации. И многие говорили, мы победим. Речь шла о борьбе с террором, речь шла о том, что современная Россия вместе со своими союзниками может противопоставить чудовищному вызову античеловеческого и богоборческого, по сути, терроризма, который истребляет мирных граждан, который пытается заставить весь мир играть по своим правилам, подчиняться злой черной воле, которая может сколько угодно прикрываться аргументами, связанными с одной из мировых религий, но которая, по сути, является волей сатанинской. Мы победим. Эти слова были лейтмотивом многого из того, что говорилось. Россию не запугать ни агрессивно-привратно понимаемым джихадом, ни экономическим давлением, ни разговорами о том, что она рухнет из-за межнациональных и межрелигиозных противоречий. Нас никогда не удавалось победить. Недавно на Всемирном Русском Народном Соборе было хорошо сказано о том, что только две страны за последние 500 лет не теряли своего суверенитета. Это Великобритания и Россия. Наличие у народов двух этих стран мощной волей является, по-моему, уже аксиомой истории. Террористы будут уничтожены. Мы не сломимся, мы не разделимся. Наоборот, появление террористической угрозы в новом, уже глобальном и очень, к сожалению, ярко выраженном виде, как ничто другое сплачивает наше общество. Недостаточно, конечно, сплачиваться вокруг общей угрозы, вокруг общего врага. И об этом чуть позже будет сказано. Но вызов нашему образу жизни, нашей свободе принимать важнейшие исторические решения, нашим ценностям, нашей вере, это вызов, который, конечно же, дает очень хороший повод для того, чтобы мобилизоваться, сплотиться, раскрыть дремлющие силы народа. Надо сказать всем, кто пытается подчинить нас своей злоеволи, мы сильнее. Мы действительно сильнее. Мы всегда побеждали. И в том числе победим и всех тех, кто сегодня лелеет тщетной надеждой на новое историческое унижение России, лелеет тщетные планы поставить ее на колени. Именно вера и сформированный ей национальный характер дают нам твердые основания считать, что победа будет за нами. Не случайно во время совместного заседания Государственной Думы и Совета Федерации вспоминали 1941 год, вспоминали Великую Отечественную войну, говорили, что тогда наш народ собрался и победил очень мощного неприятеля. В этом году мы празднуем 70-летие этой победы. И вновь говорим, как не раз было сказано в течение этого памятного года, что мы остались прежними. Мы твердо знаем, что можем победить любого неприятеля. И не случайно Владыка Митрополита Ларион, выступая на совместном заседании Совета Федерации и Государственной Думы, сказал, что террористов нужно уничтожать, истребляя везде, где они прячутся. Некоторые могут в очередной раз спросить, а почему именно священнослужители говорят в столь решительных словах. А потому что они так говорили всегда, когда возникала угроза нашей стране, нашему народу, к вере, их свободе, их исторической самостоятельности. Так говорила церковь во время Великой Отечественной войны, так она говорила во время многих других войн, которые велись не ради земель или человеческих материальных благ, а ради того, чтобы сохранилась Русь как Русь православная. Чтобы сохранилась на ней возможность жить по истинной вере, чтобы не пришли какие-то завоеватели, те или иные, которые подчинили бы жизнь страны ценностям, в которых нет спасения и у которых нет вечного будущего. В решении совместного заседания Государственной Думы и Совета Федерации говорится следующее. «Мы имеем дело с нелюдями, со злом, с которым нельзя договариваться и которое недопустимо умиротворять. Как и нацизм, терроризм должен быть уничтожен, истреблен под корень, а его вдохновители и организаторы осуждены самым строгим судом человечества. Мы должны вместе сделать все, чтобы у терроризма не было никаких шансов. Мы должны противостоять чуме 21 века и сокрушить врага до того, как он нанесет новые удары». В решении говорится о том, что государство, наше государство имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и никто не должен избежать ответственности за преступные деяния. Это значит, что наша страна имеет и формальное, и моральное право карать террористов и останавливать террористов в любой точке мира. Говорилось о том, что нужно ужесточить уголовную ответственность за терроризм, за пособничество ему, включая вербовку, агитацию, пропаганду методов и практик террора. И особо говорилось о том, как опасность сегодня финансирования террористических действий и деятельности террористических организаций. Говорилось о том, что это финансирование нужно самым решительным образом пресекать. Говорилось и о миграционной политике, о том, что на границах государства должен быть поставлен надежный заслон от проникновения экстремистов в Россию. И ради этого нужно совершенствовать, как сказано в документе, и национальное, и международное право, касающееся миграционной политики. Много раз говорили представители церкви о том, что некоторые процессы в области миграции опасны, потому что приезжают потенциальные террористы, более того, в некоторых местах, в том числе в местах, которые никак не связаны с культовой деятельностью, ведется пропаганда между мигрантами, пропаганда, направленная на их так называемое воспитание в духе экстремизма и терроризма. Об этих проблемах очень много говорили и священники, и представители православных общественных организаций, и Всемирный Русский Народный Собор. Иногда нам пытались в ответ сказать, не надо поднимать опасную тему, давайте не будем обострять дискуссию вокруг межнациональных отношений. Но сегодня на примере многих стран Европы и на примере чудовищного террористического акта во Франции мы видим, что неконтролируемая миграция напрямую связана с терроризмом и напрямую связана с экстремизмом. И значит при всей открытости к благонамеренным людям, которые приезжают в страны Европы, приезжают в Россию, спасаясь от грозных и печальных и трагических событий в своих землях, нужно тщательно просеиваться миграционные потоки и исключать из этих потоков, даже если они пересекли границу страны, тех, кто занимается экстремистской пропагандой, тех, кто объединяется в псевдорелигиозные экстремистские организации, но и уж тем более тех, кто поддерживает словом и делом террористические атаки и саму идеологию терроризма, а также структуру, которая связана с террористической деятельностью и с ее оправданием. В решении двух палат российского парламента, поддержанном гражданским обществом, говорится и о том, что поставки оружия террористическим группировкам, покупка у них сырья и культурных ценностей, это соучастие в их преступлениях, которое должно караться не менее решительно, чем действия самих боевиков. Грозные, но очень правильные слова. Мы знаем, что очень часто прямую ответственность за акты террора несут их организаторы, часто это, кстати, террористы-самоубийцы или непосредственные руководители террористических ячеек, как правило низовых, а вот те, кто дают деньги, и те, кто отдают большие команды и большие приказы, и те, кто контролируют идеологию терроризма, и те, кто наживается на всем происходящем, на человеческой трагедии, как правило, и, к сожалению, почти всегда остаются безнаказанными. Нужно проявить серьезную волю для того, чтобы эту ситуацию изменить. Ведь изменить ее можно. Более того, люди, которые реально руководят террористической машиной и направляют ее, и подпитывают ее финансово или технически, очень боятся оказаться среди тех, кто погибнет в результате того, что этими людьми инициировано. Именно их нужно остановить и наказать, если они не остановятся. Впрочем, все силовые методы, все ограничительные методы и даже контрпропаганда не снимут существующие проблемы, если жажда, духовная жажда людей, жажда справедливости, жажда гражданского действия не будут удовлетворены благонамеренными силами, в том числе силами, которые способны вывести народ России из спячки и дать ему большие цели, большие исторические миссии, большие перспективы. Об этом тоже много было сказано. Представители двух религиозных общин, вместе составляющих подавляющее большинство российского народа, православной и исламской, сказали о том, что не нужно ограничивать, сдерживать позитивную роль религии. Очень важно религиозное образование, очень важно строительство культовых зданий, очень важно, чтобы не было вакуума в мировоззренческой сфере, в духовной сфере. Религия не опасна, и опасность, исходящая от экстремистов и террористов, связана не с настоящей религией. Но духовный вакуум, попытка не пустить настоящую религиозность в душу и сердце человека и народа, оставить в этой душе и в этом сердце только пустоту потребления, развлечений, толерантности, политкорректности. Это очень опасная тенденция. Когда человек религиозно неграмотен, он не заменит, по большому счету, веру ни походами по магазинам, ни какими-то красивыми, ни к чему не обязывающими лозунгами. Человеку нужен предельный смысл жизни. Ему нужны ценности, которые гораздо выше его собственного земного бытия. Он должен быть уверен в том, что несправедливое устройство мира может быть изменено, сделано справедливым. Он должен иметь возможность не соглашаться с несправедливостями, которые существуют в обществе. И вот для всего этого ему нужно настоящее религиозное воспитание. И поэтому было сказано на собрании 20 ноября о том, что и в высшей школе, и в средней школе нужно давать возможность настоящего религиозного воспитания, исключающего опасный вакуум, который обязательно заполнится крайними силами, псевдорелигиозными или антирелигиозными, и то, и другое в равной степени плохо и опасно. Будем надеяться, что наше общество даст достойный ответ на вызов террора. Ответ, ограждающий жизнь, здоровье и свободу наших ближних щитом и мечом, и ответ, дающий нашим ближним настоящий истинный смысл жизни, который нельзя, невозможно подменить убийственными и самоубийственными ложными идеологиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok